Здравствуйте! С прошедшим праздником вас всех! Я вот должен сказать, что решение губернатора о создании Министерства природных ресурсов в январе этого года на взгляд ученой общественности Омской области, экологов, нас, практиков, давно ожидаемое решение. Я хочу сказать, что не создано Министерство торговли в условиях рыночной экономики, а создано долгожданное Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Кстати, в Российской Федерации из, как мне память не изменяет, там у нас сколько, 85? 83 региона, 35 это пока создано, а в Сибирском федеральном округе у нас сегодня Новосибирске нет, в Томске нет, в Кемерово нет, в Хакасии нет. Но я думаю, они тоже создадут. Мне когда-то пришлось выступать на Совете Безопасности Российской Федерации. Это было, наверное, в 1998 году или в начале 2000-х годов. Я тогда сказал, что Егору Гайдару надо золотой памятник поставить за то, что он сохранил природу. Почему? Да потому что в то время остановилась более половины промышленности, в сельском хозяйстве спад, и природа вздохнула. Ну, конечно, там с юмором отнеслись к этому моему пожеланию. Но так оно и есть. И когда сегодня спрашивают Борис Иванович, какой-то пессимизм в вопросах о том, что наша природа гибнет и так далее, я говорю, спасайтесь сами. Природа была и будет во все века и на все века. И то сокращение производства, которое произошло в Российской Федерации, оно, несомненно, положительно повлияло на состояние окружающей среды, на состояние нашей воды, воздуха, почвы и так далее и тому подобное. Но я хотел бы сегодня начать наш разговор. Я сюда пришел с командой, которой предстоит решать нелегкие вопросы не только по охране природы, но и рациональному использованию природных ресурсов, потому что мы, с одной стороны, как бы охраняем, а с другой стороны, должны научиться пользоваться вот этими природными благами. А мы на сегодняшний день, извиняюсь, как бы та собака на сене. Сам говорит негам и другим не дам. У нас очень плохо мы используем природные ресурсы с точки зрения освоения их технологически. Мы, если заготавливаем лес, ну мы кругляком продаем его. Ну, часть там перерабатывается, не полностью, конечно. А вот, что касается изделий, нам еще далеко. Если мы с вами заготавливаем, то есть добываем, вернее, нефть, то мы гоним саму нефть и так далее. С этой точки зрения нам предстоит много сделать. Наиболее-таки технологические процессы. У нас есть пример, и об этом, наверное, скажет Андрей Николаевич Гребенников, начальник главного управления лесного хозяйства, компани, фирма. Она сегодня занимается углубленной переработкой леса. Но остальном-то похвастаться особо и нечего. Поэтому я хотел бы представить тех людей, которые в министерстве возглавили управление, с которыми предстоит работать и чего-то добиваться. Ну, вы знаете, Александр Сергеевич Матненко, первый заместитель министра. Анатолий Романович Погорелов, начальник управления экологического контроля и надзора. Володьев Александр Александрович, начальник управления экологической безопасности. Как я уже говорил, Андрей Николаевич Гребенников, начальник главного управления лесного хозяйства. ФРАЖ Дмитрий Леонидович, исполняет обязанности начальника управления недра и водопользования. Как мы видим здесь, ну и отсутствует финансово-материальный блок, но это не столь существенно. Как мы видим здесь четыре главных направления, если взять главное управление, оно как бы самостоятельное. Мы курирующую функцию над ними осуществляем. Четыре главных направления в министерстве. Это экологического контроля и надзора, экологической безопасности. И есть еще у нас управление, ну я его называю, вы знаете, это охотничье хозяйство, охрана и контроль, и рациональное использование охотничьих ресурсов. И недра и водопользования. Вот, соответственно, вот этим направлением, я думаю, мы должны построить работу и постановку тех вопросов, которые вас интересуют, чем будет заниматься министерство. Ну я должен сказать еще в пользу создания такого министерства, то, что у нас должны быть комплексно использоваться природные ресурсы. В одном органе исполнительной власти создана организация, которая решает комплексное использование природных ресурсов. А то вот я всю жизнь поработал в охотничьем хозяйстве, последние пять лет в Российхознадзоре, мне практически приходилось наблюдать ситуацию, когда вот Бобровская дача есть в Тарском районе, где мы в 80-х годах завозили туда дикого кабана завозили, морала с Алтая завозили. И вдруг мне вот недавно Иванов Иван Иванович, председатель областного общества охотников, говорит, Борис Иванович, пришли лесники, лес вырубили. Естественно, нарушили среду обитания зверей, птиц, уничтожили таках лухаринные. И вот наша задача сегодня делать таким образом, чтобы если лес намечили рубить, то как можно меньше вред зверю. Если охотятся на зверей, меньше вреда лесу. Если разрабатывают песок на реке Ивтыш, значит, как можно меньше вреда воде и так далее. Если где-то копают, а объемы наши примерно в Омской области таковы. Почему? Потому что, вы знаете, разворачивается большое сельское строительство, 450 тысяч квадратных метров. Это тоже перемещение, большие объемы, перемещение грунтов, завоз щебенки, строительных материалов. Принято решение губернаторам о том, что каждый человек, житель сельской местности, прежде всего, который хочет построить дом, пожалуйста, 175 тебе кубов леса, тоже надо проследить. В области заготавливается примерно на строительные дела 1,3 млн тонн песка. Где-то перемещается до 3 млн тонн грунтов различных, завозится 1 млн тонн щебенки. За этим, конечно, нужно присматривать, отслеживать и так далее. Вот этот комплексный подход, конечно, вероятно, скажется положительно на целом состоянии наших природных ресурсов. Когда люди говорят мне, Борис Иванович, а что такое природа и экология? Вот, кстати, многие путают. Природа – это живой организм в целом, а экология – это составные элементы, характеризующие состояние этого живого организма. Как у человека, вот мой организм, ваш организм, его характеристики состояния нормального – это температура, состояние крови и так далее, и тому подобное. Так и в природе состояние экологических элементов – это почва, воздух, вода, лес и так далее – характеризует в целом состояние вот этого живого организма под названием природа. Вот мы и отслеживаем состояние вот этих параметров. По крайней мере, пытаемся. Но надо учесть то, что мы молодые, хотя природа налюбит консерваторов, то есть людей с опытом, чтобы там работали, потому что надо семь раз отмерить, один раз отрезать. Поэтому я готов отвечать на ваши вопросы, готовы наши сотрудники, если они, конечно, не будут уж такими сложными. Поэтому я еще раз говорю, учтите нашу молодость, создание недавнее. Но в целом, я должен сказать, еще раз повторить, создано Министерство природных ресурсов, которое как бы объединяет интересы вот таких людишек, маленьких детей, и самых старых, которые, дай Бог, им здоровье живут. Здесь интересы наших всех совпадают, чтобы мы жили в прекрасной, здоровой среде. Так, коллеги, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. 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 Ну, я знаю, что вот, я так покажу свою осведомленность, свое понимание. Андрей Николаевич, вы мне поможете. Лесопромышленный кластер с объемом заготовки 6 миллионов кубических метров, с производством целлюлозы, остальных сопутствующих товаров, готовых изделий. Но его надо разбить бы так, во-первых, место, где происходит заготовка леса. Там должны соблюдаться, так сказать, элементы того, чтобы он самоостанавливается. Это самоостанавливающие ресурсы лес, кстати. Но там, я знаю, что запланированы большие восстановительные процессы. То есть, мы вырубаем территорию и восстанавливаем лес. Это, так сказать, лесовосстановление. Другое дело промышленная его переработка. Здесь, конечно, сопутствующие вредные вещества будут. Я знаю, что это в Таре планируют построить. Насколько вредно производство будет, я не думаю, что это вредно производство. Конечно, там будут задействованы химические вещества. Но объемы таковы и масштабы, что, конечно, там требуется особая технология. И сейчас эти процессы идут. С нами начинают согласовывать, да, эти дела. Я бы хотел, Андрей Николаевич, чтобы вы, так сказать, подробнее осветили в части по лесопромышленному кластеру. Я не хочу вдаваться в всех хозяйственных кластер. Там это все известно, хотя мы там тоже отслеживаем. Там есть и другая структура. Россельхознадзор занимается. Но вот нас интересует лесопромышленный кластер. В прошлом году сейчас группа «Малититат» отправит, который будет включать сам мутицикл, состоящий как глубокое беном, но мы пересимем уже говорили, что это мутицикл, бумага беном. Так, изготовление института завода по производству строительных материалов, по производству интересного угля, который войдет в большой завод по производству цикл, а не цикл, а не цикл, то есть крема завода. Поэтому в настоящий момент нам сформировано участок, доставим аренду, с каждого года мы его заготовали, 187 тысяч километров ежегодно на территории Тарского района, СПЛ, Войн, Лиспинник в основном, и поэтому, как в Украине сказали, там уже условно полностью его остановили. Что касается Лиспинга, вашего вопроса? Спасибо. Вас устроил ответ? Ну, первый раз же встречаемся, второй раз постараемся более объемно ответить. Ну вот, на прежней работе я напрямую занимался. У нас есть земли хозяйственного назначения, земли городских поселений, сельских поселений. Ну вот, к примеру, в 2007 году, вы знаете, что проблема, она в Омской области особо так не подчеркнута, но она есть тоже, и была, по крайней мере, в мою бытность. Это вот, в свое время, много орошалось полей. И были закопаны большие, на большой протяженности трубы. Но люди предприимчивые думают, что им там пропадать, давайте мы их будем выкапывать, да продавать. Так и делали, и делают. Ну, наверное, это правильно, металл надо вытаскивать с земли, нечего там делать. Но как он делает, как работы проводят варварские в этом отношении? Вот фирма «Багар», я помню, в 2007 году прошла по Нижней Омке, по Горьковскому району, протяженностью там где-то более 10 километров. И она же, там есть порядок, это горизонты не смешивать. Плодородный слой, а вы знаете, что плодородный слой складывался веками, миллионами лет. Его можно просто взять бульдовером, копануть и разрушить. То есть желтая глина в одно место, плодородный слой в другое место. И когда рекультивацию проводят, засыпают эту яму, нужно в такой же последовательности поместить грунты и спланировать. Ну, нарушалось, привлекали, я помню, на 5 тысяч гектаров штрафные санкции наложены. То есть работа проводится. И у нас сейчас, я знаю, Александр Александрович, что мы приступили к разработке Красной книги Омских почв. Ее скоро издадим, да? Конечно, радиоактивного заражения в Омской области нет почв. Нет. Наши почвы как бы не истощены. В них, ну вот, если вопрос будет по пестицидам, гербицидам, которые вносились на протяжении многих лет советской власти. И вы знаете, в то время был такой район один, где производили продукты для диетического питания и детского питания. Это Муромцевский район. Свободный был от яда химикатов. То в этом отношении в Омской области много сделано. Ну, во-первых, губернаторам принята программа по охране окружающей среды и рациональному ее использованию. Да? Вот. Которая предусматривает до 2015 года выделение средств областного бюджета 150 миллионов рублей. Это немало средств, я вам скажу. Если взять по соседям, пройтись, там такого нет. Так вот, уже в этом году, а начиная уже где-то, наверное, 2008-2009 года, область приступила к уничтожению, вывозу накопленных ядов. Я их называю одним словом ядов, но это в основном пестициды и гербициды, которые накопили со времен советской власти 380 тонн. И в условиях, когда в сельском хозяйстве шла перерегистрация, там, значит, АО, ЗАО и так далее, они потерялись. Они никому стали не нужны. Мы все-таки провели работу по затариванию их, по классификации и так далее. Эти работы начались. И уже на сегодняшний день таких ядов осталось 220 из 380. Вот губернаторам, Леониду Константиновичу, дана команда, что передвинуть средства с 2015 года на этот год и покончить с ними, я имею в виду, бесхозяйными пестицидами, у которых нет хозяевов. Таких 106 тонн. В этом году уже внесли программу изменения, и мы с ними покончим. Останутся пестициды и гербициды, у которых есть хозяева. Таких 45. Но все процедуры, связанные с судебными решениями о принудительном вывозе этих пестицидов и гербицидов за пределы области, к сожалению, у нас полигон забит, законсервирован. И методика, технология позволяет перерабатывать их, ну, перерабатывать, уничтожать. Это, ну, ближайший, это Красноярск, военный полигон, и Обнинс город. Я даже вспоминаю начало работы в 2005 году, когда на территорию Омской области завезли препарат Puma Super 100, гербицид, в количестве 40 тонн. И мы проверяли эта база Иртышская, ЗАО Иртышская, где они лежали. И мы только по этикетке, несовпадение оригинала, нашли, что это контрафакт. И то из 40 тонн уже было продано 13 тонн. Я помню вот эту эпопею, когда мы сражались с владельцами, и дело дошло до того, что фирма CropScience, это изготовитель этого препарата, германская фирма, ее представительство в Москве, приехал генеральный директор, который, чтобы сохранить престиж марки, дал 2 миллиона рублей, прислал машины, и в судебном порядке эти препараты были вывезены в город Обнинск на уничтожение. Вот с какими проблемами. Это примерно стоимость этой партии была 600 тысяч долларов. Поэтому здесь уместно говорить не о экологической безопасности, а об экологическом терроризме. Опасность, вот мы с вами уже должны согласиться в том, что объемы выбросов в целом, они уменьшились. Объемы сброса уменьшились в воду. То есть мы находим уже равновесие в природе, когда она способна сама перебороть это состояние. Но мы видим, что в составе вредных веществ появились даже неизвестные нам препараты. Вот пример вам. У нас в Омской области выращивают довольно успешно китайцы огурцы. Удивительные люди, удивительные огурцы. Причем находим, значит, схрон за теплицей, вытаскиваем 500 килограммов неизвестного препарата, пестицида. Ну, по нашему разумению, это пестицид. Мы не можем в лаборатории его исследовать, потому что мы не знаем, что искать. Он не поддается исследованию. Откуда попал? Нелегально через границу завезли. Под фуфайками там или как-то. Они такие фасовочки небольшие у них. Значит, с одной стороны, мы сейчас начали массово сталкиваться с тем, что применяются препараты, в том числе в возимой продукции, это в мясе диоксидное, которое мы не можем обнаружить. Мясо мне в прошлом году удалось побывать в Австралии, в Канаде. Я возглавлял группу ветеринарных работников, которые аудит вели в мясоперерабатывающих заводах в Австралии и Канаде. Мы знаем, что антибиотики они применяют. Причем американцы содержат на площадке до 50 тысяч голов скота на одной. И там возникнуть болезни никак нельзя. Она всегда возникнет. Они антибиотики применяют. Мы не знаем, что искать. И вот сейчас мы говорим о том, что... Вот я, наверное, буду ставить вопрос, что нам нужна своя лаборатория областная. Такая, чтобы можно было определять, что мы едим, что мы пьем. Не секрет, что мы с вами... Вот я сегодня рассказывал, косметические наборы, которые наши женщины прихорашиваются. Ведь они уже в основном в своем несут только вред. Потому что там тоже контрафактная продукция. Вот чего бояться надо. А не воздуха, который говорят, вот у нас тут экология стала плохая. Да вы знаете, воздух подул в одну сторону у нас в городе Омске. И воздух хороший. Вот другую... Ну, это так устроено, строителями свое время построили. А бояться надо таких вещей. Что ты ешь, что ты пьешь и так далее. Чем ты мажешься, красишься, бреешься. Вот там опасность. Потому что границы открываются, открыты. Люди, люди предприимчивые. Может, это пройдет, но с этим бороться надо. Мы ответили на ваш вопрос. Так, пожалуйста, коллеги. Андрей, у вас есть вопрос такого плана? Вот не секрет, что для Омска актуальна проблема несанкционированных свалок. Они есть даже в центре города, в худоохранной зоне, в частном секторе много. Вот что занимается войне? Вот естественно, что уборка мусора, это пункция муниципалитета, да? Но ваше же министерство тоже не может, наверное, оставаться в стороне. Какое актуальное подразделение? Это один из элементов бескультурья нашего. Понимаете? Мы сегодня тоже говорили на эту тему. Ведь посмотрите, что на свалках-то находится. Вот я помню времена, когда мы бросали, ну, по крайней мере, я это не делал, хлеб, вы-то еще молодые. А были такие времена, когда хлеб бросался людьми. Просто там он зачерствел, что-то там не доели, там где-то что-то, и просто его... Но потом в подъездах начали ведра ставить. Вы это, Светлана Петровна, помните? Хотя вы хорошо выглядите. Дай бог. Вот. А я помню это. Стали ведра ставить, туда стали... Два ведра ставили. Дома управления. В одно ведро там мусор, в другое хлеб. Стали сортировать. Там на стадии еще попадания мусоропровод, стали сортировать. Хорошее дело было. Ну, тут в связи с такими событиями хлеб исчез. Что мы там видим? Западную продукцию. Это пластиковые бутылки, пакеты и так далее, и тому подобное. Город накапливает таких мусора, такого, миллион тонн в год. Я, если, Анатолий Романович, по памяти, где-то 600 тысяч, они исправляются с этим оборотом. 400 тысяч, значит, у нас где-то... Ну, мы так считаем, что вывозятся, да, за пределы. Здесь предприимчивые, не только в городе Омске нашем оказались люди, а совершенно в других городах. Они у нас мусор забирают и вывозят, покупают. Значит, дело-то выгодное. Поэтому я считаю, что если у нас сегодня не хватает земли для того, чтобы организовать надержащие свалки городу, то, я думаю, тут уже назрела необходимость городу строить завод мусороперерабатывающий. Хотя губернатором, я знаю, Леонид Константиновичем, такая работа ведется на первой стадии. Но я не хотел бы раскрывать эти карты, потому что не то, чтобы не сглазить, но там пока работы ведутся. Мы потом вам скажем об этом. А город никаких работ не ведет. То есть, просто так уже накапливать и кустарным методом вывозить не пойдет. Мы подошли к той черте, когда нужно строительство мусороперерабатывающего завода. Вы знаете, вот я помню сюжеты по телевидению по Берлусконе Италии, помните, мусорные забастовки были. Там чуть это дело для власти не кончилось плохо. Поэтому я думаю, что мусор определенную роль сыграет в судьбе городской администрации. Им надо поторопиться. Вот когда там еще есть один вопрос, очень интересный. Когда мы начинаем проводить рейды, мы сейчас взялись... Ну, вы знаете, можно каждый день ходить. Наша задача в министерстве создать схему, по которой можно было бы работать годами. После нас люди будут работать. А не просто бегать, как ищейка, искать что-то там и так далее. Вот мы сейчас занялись такими рейдами. Вы видели тоже по телевидению. И спасибо, кстати, телевидению, которое осветило эти наши рейды. И мы рассчитываем на помощь вашу, потому что без показа таких материалов мы не вызовем у людей реакцию ответную, такого возмущения какого-то. И это с одной стороны, а с другой стороны, что я думаю, что телевидение еще и показывает, что... А вы сами-то что делаете? Как вы сами-то куда бросаете? Как вы себя ведете и так далее? Поэтому эти вот рейды, они направлены на то, что сегодня создан прецедент, я думаю, он будет создан 15 мая, да, Александр Сергеевич? О том, что вот этот мусор в судебном порядке будет администрации города засчитан как неисполнение своих прямых обязанностей. А можно подробнее пояснить это? То есть, вы сунете себя сейчас? Да. Как-то более подробно. По какому факту? Ну, я думаю, подробно кто? Александр Сергеевич, вы или Анатолий Романович, что это сказать? Начальник управления экологического контроля. Пожалуйста, Анатолий Романович. За такой прецедент в министерство он создан, и он не единственный. В настоящее время подано 7 исковых заявлений о признании бездействия администрации города Умска незаконной и об обвязании ликвидировать несанкционированные свалки. Но это только крохи из той работы, которая проведена. Блок информации направлен в правоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. И это, конечно, не все. На прошлой неделе у нас был рейк с одним из СМИ, представителями СМИ, где вновь были выявлены глобальнейшие места размещения, несанкционированные размещения отходов. Эта работа, естественно, будет продолжена. Задача министерства – понудить должностных лиц, ответственных за исполнение правоохранного законодательства в этой области, к исполнению своих обязанностей. Такие лица в городе определены, они есть, есть структуры, которые должны это делать. Но, к сожалению, бездействие и, скажем, грубо-ностревательское отношение в судьбе горожан приводит к тому, что эти факты многочисленны. Будем бороться. Министерство однозначно поставило задачу, и мы однозначно ее исполняем еженедельно. Это одна из главных проблем, которую решает Управление Государственного экологического контроля, по крайней мере, в настоящий момент. А Вы говорите о многочистости этих фактов, о порядке цифровых, да? Десятки, сотни свалок, тысячи, может быть? Потому что, честно говоря, умеришь по центру Омска, по улице Гельска, да, можно, там, глядя по обе стороны дороги, видите, совершенно вызывающую кучу, которые, по-моему, никогда не убирают. Даже после субботника, субботника состоялся, да? Ну, по Вашему оценку. Ну, я не берусь говорить точную цифру, но десятки-то это как минимум. Это то, с чем мы сейчас работаем. Я уже говорил о семейского заявлениях, плюс еще у нас готовые исковые заявления, которые будут сегодня-завтра входит в суды, плюс информация, с которой работает природоохранная прокуратура. Это уже 3-4 факта. Антон Иванович, я извиняюсь, перебью Вас. Присядьте, здесь вот я вспомнил, в чем речь-то идет. Вот, значит, находят наши работники. Да, ничего их находить, правильно Вы сказали. Они кругом и сплошь, их искать не надо. Но ее каждую нужно же оформить, составить материал. Вот составляется материал. Материал подается в экологическую прокуратуру. Правда, охранную прокуратуру. Правильнее будет. Правда, охранная прокуратура выносит предписание городу. Ну, город реагирует каким образом? Он начинает убирать свалку под нажимом. Но, по сути дела, Александр Сергеевич, это бездействие. Идет о чем? Свалок много. Вы какую-то конкретную свалку в суд, кто вводит заявление, даже в суд, вводит заявление об обязании ее убрать. Конечно, свалку убирают, потому что нет ничего страшнее, чем вынесенное и неисполненное судебное решение. Но там есть другая сторона. Вот в этих исках, которые мы сейчас складываемся. Там две части. Первая часть – это ликвидирование свалок, а вторая часть – признать незаконным бездействие. То есть это будет уже юридически установленный факт, который должен влечь ответственность, независимо от того, завтра его уберете или нет. То есть это создаст, так скажем, стимул или механизм в принципе системно бороться с этим явлением. То есть кто-то за это должен вообще отвечать. Вот, независимо от того, что вот эти хвосты отрубаются, вот мы действительно копищейки бегаем за ними, нашли вот эту конкретную правильность. Наша задача сделать так, чтобы в целом системное решение управления, вот это вторая часть иска признания незаконным бездействием, должна работать на выполнение этой задачи. Действительно у нас в Центральном суде 15 мая будет по существу первое наше прецедентное дело слушаться. Вот. Спасибо. Вот добьемся, увидим. То есть я знаю, понимаешь, что вот здесь цель стоит такая, чтобы вынудить городских чиновников, да, убирать свалки не по решению суда, да, а вот просто... Это их обязанность. Выполнять свои обязанности. Я вот должен сказать, Анатолий Иванович, вы не совсем правильно сказали. Я вот ознакомился, и мне еще удалось как бы застать, когда в городе целое было, ну, я не побоюсь, наверное, управление, Зеленстрой был, гор Зеленстрой был. Мы сегодня, я когда пришел сюда, заинтересовался схемой управления, ну, можно сказать, природными процессами в городе Омске. Я ведь структуры там не нашел. Там один человек работает. А? Один. Фамилия Вова Хитов? Валитов. И все. А ведь я вспоминаю, когда это была целая организация, которая занималась и посадками. И вот мы сейчас с вами подошли еще к одной запущенной, так сказать, обязанности города Омска. Это леса городские. Вот здесь Андрей Николаевич присутствует. Я тоже знаю эту проблему. Мы уже сегодня более двух тысяч гектаров леса городского, они леса городской администрации не взяты на баланс. То есть пользование ими идет, можно сказать, браконьерским способом. Я не знаю, Андрей Николаевич, надо наказывать за это дело сейчас. Просто вырубают, строители вырубают, согласие с молчаливого. Последнее. Последнее. А то, что мы садим с вами, город садит, оно, вы знаете, как-то не производит впечатления. Смотришь, там елочка уже засохла, она не поливается и так далее и тому подобное. Но мы тоже подходим здесь к решению такой, не просто наскоком, а ознакомили правительство, получили на этот счет такие предложения, что такие города заставят заняться и взять леса на баланс. В противном случае, конечно, я помню, это на губернаторском часе озвучилось, с Леном Константиновичем полежаем, о том, что какое-то решение все равно по лесам будет принято. Но не давать же возможность вырубить последние наши березовые леса. Я уже не говорю о тех насаждениях, которые люди произвели. Не соответствует сегодня показатель, что вырубается и что высаживается. Баланса нет. А это приведет к исчезновению. К исчезновению лесных насаждений. И по этому вопросу, Андрей Николаевич, мы же писали письма с вами. Пожалуйста, проинформируйте по лесам. Две недели назад обращение к прокуратуре по принятию мер в части городских лесов они должны быть еще в соответствии с следственным законодательством право по администрации городов с 1997 года возникло по оформлению данных лесов и введению основных отец. То есть вся сфера ответственности на администрацию города города. Как мы видели, рейды наши показали, что очень большое количество уже подбежало дозы, застройки, несанкционированные. Вместе с тем нет ни проектов каких-то документов для лесов и хозяйств, но и они, самое главное, стоят по балансам. Как разница, наверное, выйдет на них. Да, и отвечать на ней даже. Так. Борис Иванович, ну, коли мы говорим о полосном центре, а как будет развиваться природный парк птичьей гавани? А почему он должен развиваться? Вот как есть, так и есть. Это, вы знаете, я должен сказать, что человек лучше природы пока еще ничего не создал. И привлекательность птичьей гавани в ее дикости. Два места в мире таких, где-то в Австердаме, Голландии, да, и в Омской области. Вот так соседство миллионного города с таком дикостью, с такой клочком дикой природы. Ну, вот здесь Галина Николаевна присутствует, директор бюджетного учреждения. Мы с ней иногда и спорим по этому вопросу. Я-то вообще сам по образованию хатовед биолог закончил факультет хатоведения в Иркутске. Я вижу зримо контуры, и мы на аппаратном совещании доложили губернатору. И он с нами согласился в том плане, что надо меньше туда лезть. Надо меньше туда лезть. Там вот сейчас работы проведены по озеру, все-таки там они, надо сказать, положительный эффект ведут. Во-первых, разрыв противопожарный создал канал. Потом как бы освежили там родниковые притоки, все-таки вода там начала поддерживаться на уровне. Теперь второй этап. Вот эту прилегающую территорию сделать непривлекательной. Непривлекательной. Для кого привлекательной? Для людей. Ну, есть парк, они думают, что туда ходят наши люди. Вот кусты залезть там, выпить, распить, покурить, отлежаться после пьянки, это да. Поэтому там должно быть поменьше вот этих глухих мест, где можно было залезть и тебя не видят и так далее. Побольше простору глаза. Такие природные формы. Значит, по станции ЮНАТО, которая у нас в центре города, и несет себе такие вот птицы там туда, возможно, в таком строительстве реабилитационного центра там, с инкубаторным цехом, это фигуры природного характера и так далее и тому подобное. Человек должен туда прийти и задуматься, я бы сказал, о бренности жизни. А не просто там в это вытворять всякие кафе, мороженое опять и так далее и тому подобное. Подумать и показать своим детям. Вот смотри, сынок, дочь смотри, внук смотри. Вот видишь, вот это вот природа, вот сохранили мы ее. Вот в этом наша заслуга. А то, что там построить, это мы умеем. Мы можем настроить всякого и потом дивиться это. Я думаю, что там как раз неуместно большое строительство. Ну, конечно, не исключено, что там хозяйственный блок будет где-то в стороне, кормовые поля будут сооружены. А вообще, я так вот вижу, даже сейчас на мост зайти, и вот это вот сплошной газон, как в Австралии и в Ганаде. И вот эти вкрапления наших всех растительных объектов, чтобы глаз радовало, и ни на какой нагрузке. Вот так примерно мы видим там. Мы близки к решению. На этой неделе уже будет, мы уже два-три раза собирали, всех ученых привлекли, какие способны, как говорится, экологически думать. Общественность, на сайте Минприроды, пожалуйста, заходите туда. Там есть уже страница, которая призывает жителей города Омска, Омской области, давайте предложение. Как вы видите Птичью гавань в этом плане развития? Думаю, еще так подождем, но нам уже пора начинать работать там. Поэтому на этой неделе будет, так сказать, уже рассматриваться техническое задание на нашем совете. Ну а потом, конечно, проинформируем губернатора и как бы добро получим и начнем работать. Причем работы, я думаю, связаны с привлечением большого числа студентов, школьников, жителей города Омска, жителей Омской области, чтобы там потрудиться создать такой нетронутый уголок. Чтобы, знаете, как бы, может, там построим какую-нибудь избу деревенскую, чтобы она как бы вызывала такое ощущение. Почему дачи строят возле города, вы знаете? А потому что хотят деревню приблизить. Мы уже в основном-то из деревни все. И вот эту деревню притащить к городу, вот эту дачу строят. Вы думаете, из Огурцов, что ли? Нет. А вот поедет туда человек и свои корни вспоминает, откуда он вышел. Может, в деревне где-то вот этот домик, там какая-то банька такая небольшая. Это они притянули вот эти дачи сюда к городу. Поэтому я считаю, что там особо, Галина Николаевна, размахивать топором и так далее не надо. Продолжение следует. Вознакомься с этой проблемой. Но некоторых вывозят, в некоторых копают, ямы закапывают. Это где как правление там поставило себя. Но вообще земли дачных участков – это земли из хозяйственного значения. С ними ведется работа. В частности, Росельхознадзором ведется работа. Но в основном там, конечно, сжигает мусор. Возле города примерно более 15, даже более 20 тысяч участков. Конечно, там накапливаются отходы. Вот вы задумывались, а куда от карбофоса бутылку бросают? В туалет, скорее всего. Понимаете, вот причем поломки, вот здесь мы смотрели, поломки дачи на берегу. Есть водоохранная зона, она, Александр Александрович, 200 метров от берега, от русла реки. 200 метров там, значит, это водоохранная зона. Лес там не руби, постройки там не делай и так далее. Там ничего не копай и так далее и тому подобное. То есть вы своим вопросом как бы выпячиваете эту проблему, которой министерство займется. Но я знаю, что не все так плохо. Почему? Потому что в одно время, вы знаете, на нашей даче спрос упал. Много заброшенных участков было. Вот года 2-3 взялись все старые участки поднимать, облагораживать, потому что как бы почувствовали, что наелись мы огурца китайского, помидора тайландского, морковки венгерской и так далее и тому подобное. Уже чуют, люди сами чуют. Я вот давно это почувствовал. А уж не говорю про колбасу, которая осталась, только вот может одна краковская еще пахнет, а остальное это хоть и день подержишь, уже есть нельзя. В этом наш народ потянулся к дачам, потянулся, потому что наконец-то узрел, что свое отечественное не только здоровее, но и вкуснее и так далее и тому подобное. Поэтому там порядок будет возрастать, возрастать порядок будет. А проблему мы знаем эту. Мы, откровенно говоря, еще руки не доходили до нее. Так, пожалуйста. Борис Иванович, еще к вопросу о водоохранных зонах. Вот недавно в парке «Побед» видели вот этот кондольный участок, который откупили, так там они уже, вроде бы, до самой воды завели. То есть, надеюсь же, водоохранная зона, они с удовольствием подошли, но как планируется решать проблему? Ну, должен сказать, что положение министерств и вопросы земельных ресурсов, они как бы не попали в поле зрения. У нас есть главное управление земельных ресурсов, там соответствующие структуры занимаются. Поэтому у нас, ну, нам не безразлично, конечно. Мы внимательно отслеживаем эту ситуацию в части растительности, там как, даже если там, я знаю, там сейчас в отношении этого дела судебном порядке рассматривается, вы знаете. Но нас интересует, как с растительностью распродаться там, если вдруг возникнет там ситуация, когда начнут строить. Но 200 метров до Иртыша, я не знаю, там, конечно, есть или нет. Меньше. Вот. А мы сейчас уже сталкиваемся, мы сейчас уже сталкиваемся. На наш адрес, Александр Сергеевич, не даст соврать, идут уже письма по старинке. Вот почему министерству-то нужно. Идут по стариночке, так, товарищи, согласуйте. Мы не стали согласовывать строительство уже в водоохранной зоне новых объектов городадминистрации, в том числе и жилищных объектов, я имею в виду индивидуального строительства. Мы не стали согласовывать. Мы просто не положено, и весь разговор, поэтому там многие планы-то по строительству накроются. Пожалуйста, Андрей Ильич, можно ли вы подробнее сказали, что вы не смогу вам подробно об этом сказать, потому что я в целом ситуацию знаю, но, откровенно говоря, подробно, наверное, и многие не скажут. Это в таком у них там, в секрете, очевидно, в администрации города. Пока, я так думаю. Нет, по отдельным объектам нам идут не по этому месту, не по этому. Вот в Кировске там, в частности. Недалеко. Да, недалеко, но не по этому объекту. Да, по этому объекту. Пока к нам по этому объекту на согласование поставить ничего не приходило. Я думаю, все равно они обязаны послать, да, Наталья Романовича, да? Но, поэтому мы тут на стражу будем стоять. А, Антон, ну и вот ты передумаешь? Нет. Ну, сейчас правильно. Парень Силанович, а вот как, скажите, пожалуйста, какие у нас заболевания есть в области, и вот в связи с тем, что природа отдыхала, увеличилось ли у нас число, количество зеленья? Ну, я должен сказать, природа отдыхала, но человек не дремал. А вот как раз человек-то занимался, природа отдыхала. Значит, надо понимать, что такое заповедник, заказник, воспроизводственный участок. Вот у нас почему-то журналисты путают заповедник. Заповедник там, где вся хозяйственная деятельность запрещена. Заказник ограничен, воспроизводственный участок, ну, полностью существует там хозяйственная деятельность. Поэтому у нас заповедников на территории Омской области нет. Есть у нас два федеральных государственных заказника, это Степной и Баировский. Степной создан в 1971 году и Баировский в эти годы где-то. Основная задача – это комплексные заказники. Но Баировский заказник, я вам скажу, по лебедю, там скапливается до 5-7 тысяч лебедей. Скапливалось, сейчас поменьше. А в Степном заказнике скапливалось до 150 тысяч гусей. В свое время, это на моей памяти было. Вот чем они привлекательны, почему? Потому что там места пролета, миграционные пути. Я вам скажу, что вот Степной заказник годы войны, но он тогда заказником не был, он сыграл тоже определяющую роль победы. Там заготавливалась дичь, столько ее было. И поставлялась на фронт. А в госпитале города Омска она сюда в большей части попадала. Дичь, диетическое мясо, там содержится большое количество гемоглобина. А количество большое гемоглобина позволяет зверю делать мгновенные прыжки и скорость развивать. Потому что он в мышце работает. Почему мясо темное? Вот эти два заказника, они бы сохраняются, они были в системе Российхознадзора. Сейчас они в Росприроднадзоре, есть, так сказать, уважаемый человек Александр Филиппович Щербаков. И мы в четверг, пятницу с Андреем Николаевичем полетели на вертолете на Любино, на Тюкалу, Саргатку, голосовку посмотреть пожары, о которых вы, наверное, спросите. И я бы скажу, что в Баировском заказнике пожары идут. Смотрим мы с вами положение. Там написано, что Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, в заказниках, в заповедниках обязаны организовывать пожаротушение. Организовано? Нет. Более того, это уважаемый ведомство написало Главное управление лесного хозяйства Омской области о том, что вы давайте там тушите, а наше дело экологическое, это безопасность и так далее. Поэтому я прямо скажу, что видя такое отношение, мы будем просить губернатора, чтобы эти два заказника попали в субъект. С определенным финансированием, иначе они просто погибнут. Там сегодня и люди не содержатся. Вот что такое сегодня представляет федеральная территория заказников. Есть четыре региональных заказника. Это Лузинская дача, в которой, к сожалению, хвоя сгорела. Потом есть Келейная, в Большой Уках, Алапы, в Муромцево. Где? В основном, вот по Лузинской даче, там дикие кабаны, которых мы завозили в 1981 году, реакклиматизировали. Слово акклиматизация и реакклиматизация. Аклиматизация, это говорит о том, что попадают новые виды. А реакклиматизация, это говорит о том, что когда-то они жили здесь. Ну и вот у нас есть крутинки, вы же журналисты, дотошный народ. Село Кабанье. Есть озеро Кабанье. Откуда это название? А потому что кабаны были. Когда-то. Ну и по архивам написано, сто лет назад водились, были уничтожены. Были уничтожены сто лет назад, когда не было скорострельного оружия, карабины доступные. У нас сегодня 40 тысяч охотников. Каждому дай по зайцу, 40 тысяч зайцев не будет. А некоторые же и лося каждый хочет убить. А 7,5 тысяч карабинов. Понимаете, как развилась вот эта вот индустрия, добывающая, по отношению к воспроизводящей функции природы. Конечно, не успевает природа. Поэтому вы правильно обеспокоены состоянием. Я думаю, мы подошли к такой черте, когда надо охоту не только ограничить, а запретить на некоторые виды. И мы намерены это сделать осенью. Это копытное прежде всего. У нас зайца совсем почти не стало. Заяц, это же гордость была, лесостепи. Его не стало почти. Но здесь много причин. Но основная причина надо как-то в охоту превращать не просто в добывание, а вот это вот событие, которое позволяет больше заниматься познавательным процессом. Я еду на охоту не для того, чтобы убить, а я еду для того, чтобы пообщаться, чтобы узнать больше, понаблюдать и так далее. Поэтому там ограничения будут. Вот я вообще думаю, что настало время у нас, когда надо через ограничения прививать к культуру. Уговаривать Ваську, когда он слушает ТАЕС, уже бесполезно. Нам усорил? Заплати. Причем хорошие деньги. Закурил в неположенном месте? Заплати. Бросил? Заплати. Переехал, не положил. Заплати. Я думаю, только один способ остался остановить. Остановить таким образом. Как это делает весь цивилизованный Запад? У нас мы еще пока полумерами уговариваем, и тут, значит, как бы не хотим большие санкции применять. Но в области охоты они назрели. Они назрели. Ну, Запад, господи, даже Болгария, я знаю, на три года в тюрьму садят за убитого. Ну, по нашим там олень, здесь у нас лось. На три года в тюрьму садят. У нас отделывается, вот в прошлом году из 28 уголовных дел, ну, получили там два человека условно. Изъяли там буран, машину изъяли. Вот и все пока. Но никого не посадили. Поэтому в условиях, когда развивается прогресс, надо вводить ограничения, не только регламентировать сам процесс, но жесточайшее использование этой самой техники, которую приобретают. Он же сегодня буран завел, пять тысяч буранов. Ивент говорит, там, где есть след бурана, там нету следа зверя. Вот. Поэтому здесь предстоит нам большая работа. Должен сказать, что вот после передачи функций от Российской госнадзора в 2008 году субъекту, на вот этом промежутке за полтора-два года произошли глобальные изменения в сторону сокращения. Потому что служба не успела новое, так сказать, еще создаться, а старое прекратило. и в это время было использовано прямо для уничтожения дичи. Поэтому вопрос очень весьма важен. Борис Иванович, еще вопрос. Вот вы затронули про лесные пожары. Это одна из таких проваливших тем. Может быть, май, или, может быть, мне кажется, в этом году их меньше, или, может быть, усилие муниципальных областных властей вот здесь сказалось. Ну, вы знаете, вы же помните, вот... Что ж говорило в мае месяце, я прошу прощения, конечно, перебиваю, мы по всем центральным СМИ так оперативно везде прошли, по нашей территории федеральные СМИ показали все пожары. В этом году как-то на взгляд все-таки их меньше. Это усилие все-таки властей? Ну, я должен вот для того, чтобы так сказать, потом, может, Андрей Николаевич поможете, пожары разграничить. Вот, говорят, пожар, кричит пожар. А что горит там, где горит, чего? Ну, пожар. Понятно, слово страшное. Говорит, как у цыган, говорят, лучше один раз сгореть, чем три раза переехать. Вот, когда из квартиры в квартиру ездят, три раза это уже равносильно пожару. Это что-то страшное. В России всегда это, когда деревни строились изба к избе, это была трагедия для села, это уничтожали целые села. Сгорали до тла деревни. Да, они в прошлом году у нас сгорали. 85 миллиардов рублей причинен только за прошлый год в России ущерб от пожаров. У нас в области в прошлом году 200 миллионов рублей ущерб составил. Но пожар пожару рознь. Поэтому, когда мы говорим о лесных пожарах, а мы министерство через курирование и главное управление лесного хозяйства обязаны заниматься борьбой с лесными пожарами. То это одно. Когда мы говорим о полах, всехозяйственных полах, которые испокон веку крови у наших людей сидят, даже если ему и не надо, но надо поджечь, знаете, больше делать-то нечего ему. Есть такая категория людей, которые почему-то у них картины вот эти ужасные вызывают какую-то эйфорию. Есть такие там люди. Это другое дело. Так вот, с лесными пожарами у нас в этом году обстановка, конечно, получше, чем в прошлом году, но примерно такие вот сопоставления. На сегодняшний день пожаров нет, Андрей Николаевич. Нет, мы справляемся с трудом с ними. Но здесь есть одна заковыка. Вот лесники отвечают за лес, пожарники отвечают за остальную территорию, так? И населенный пункт в том числе. Нет, за населенный пункт, правильно. А вот эта территория между лесом и населенным пунктом, ну, вы знаете, как бы она не совсем относится к кому. Но в Омской области губернатор все-таки рассматривает на каждом аппаратном 150 миллионов на пожарные выделили деньги. Там сейчас техника приобретается и так далее. В прошлом году лесникам помогли с пожарами. Я думаю, и в этом году помогут, несомненно. Поэтому силами лесников общественностью, вы знаете, недавно президент Медведев подписал закон, который позволяет создавать добровольное народное пожарное формирование, ДПФ. Вот, наверное, мы возродим эту ситуацию как бы приликом людей. Сегодня мы просим губернатора купить нам ранцевые опрыскиватели, которые мы можем добровольцам давать. Это, кстати, больше дать-то нечего. Если ему дашь, а там 20 литров воды на спине, причем они очень эффективны, они распылением действуют. Поэтому ситуация управляемая, тут помогли, дожди были в одно время. Мы пролетали, посмотрели, жаль, что в этой ситуации хвойники горят, которые посажены людьми. Вот это вот довести его до 20-летнего возраста, 30-летнего возраста, и потом посмотреть, как это все горит, но это знаете, прямо что-то здесь не то, что нехорошо, а как-то не по себе делается. Вот здесь надо нам, Андрей Николаевич, конечно, мероприятие, которое бы осенью обезопасивали их на весну, опашка, милиаризованные полосы и так далее. Но одним словом, в всехозяйственном производстве сейчас уже посевная началась, они нам тоже там лесам причиняют каким-то боком урон, начинают солому там жечь, траву и так далее. Но сейчас уже, слава Богу, работы пошли, значит, там закончился этот период. Ну, и мы сами видим, помните, как-то в городе Омске мы тут как-то один год прямо в деме жили, как Москва. Но в этом пока думаю, что с помощью правительства мы сейчас как бы усилимся, как погода еще будет, конечно. Но я думаю, что год нехороший будет, жаркий год будет. Да не за что, вам спасибо большое.